Книга открытым оком. Вопрос 1277, 4 том. Тема Святая Библия. Иисус сказал, Матфея 10.34 Не думайте, что я пришел принести мир на землю, но не мир пришел я принести, но меч. На каком основании слово меч истолковано как Слово Божие? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин, Ефесянам 6.17 И шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Евреям 4.12 Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, и составов и мозгов, и судя помышления, и намерения сердечные. Иеремия 23.29 Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? 2 Коринфянам 6.7 Если бы речь у Христа шла буквально о мече, который Он принес, то этот меч где-то появился бы, но его не было. Когда Господь готовился идти на казнь, то произошел удивительный разговор о каком-то мече. Лука, 22 глава, 36-38 стих Тогда Он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду своей, купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне приходит к концу, ибо то, что о мне приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал, довольна. Два меча на 11 человек. Как об этом можно сказать, что довольна? Какое же это вооружение армии? Иоанн Златоуст поясняет, что в данном конкретном случае речь шла о физическом мече, глядя на который ученики должны были уразуметь, что их учитель будет взят от них насильственно. Иоанн Златоуст не просто толкует, но свое толкование подтверждает словами из речи Христа. Их злодеян причтен. То есть эти два меча, ножи, нужны были для вразумления учеников, а не для обороны. Иоанна 18 глава 11 стих. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец? Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Откровение 13, 10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто меч он убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых.